Татьяна Петровна 61. Об активном долголетии узнала по интернету. Раньше работала и сидела с внучкой, сейчас появилось больше свободного времени. На занятии она впервые, но ожиданий от проекта много. В активном долголетии с салфи-палками, вязание крючком, усовершенствовать, я люблю вязать, усовершенствовать, и путешествия. У нас будут интересные встречи с музеями, будем гулять по музеям, будем ездить по паркам, по достопримечательностям, очень интересно. Участники проекта «Активное долголетие» после долгого перерыва вновь начинают занятия в группах. Под руководством тренера более 10 представительниц старшего поколения, вооружившись специальными палками, вспоминают, как правильно ходить по-скандинавски. В начале урока небольшой инструктаж и в путь. Шага, марш, пошли. Молодцы, прямая стена. Нине Федотовне уже за 80, на пенсии более 15 лет, но ее можно назвать «Активной участницей проекта». Она всегда была спортивной, деятельной и общительной. Сегодня Нина Федотовна также много общается с поэтами и писателями, ведь сама пишет стихи, а также творческими людьми. Спортом сейчас не занимается, зато с удовольствием вяжет спицами и крючком, шьет, выращивает цветы дома и на даче, а также рисует. Мне, например, эта работа нравится, я люблю рисовать, люблю вот вязать, люблю шить. Я сама шью, сама вяжу, все это сама я делаю. И получаю большое удовольствие. На улице сидеть у лавочки я не люблю. Вот все время проходит у меня дома вот с этими работами. В помещении библиотеки номер один, где размещаются клубы активного долголетия, кипит творческая работа. Дамы серебряного возраста с увлечением вышивают лентами. Так, поняла. А эту будешь крутить, крутить также в шахматном порядке. По кругу, да? Как было? Все, давай. В физкультурном зале также идут занятия. Группы пока небольшие, ведь важно обеспечить безопасность участников проекта и соблюсти все санитарно-эпидемиологические требования. Необходимо выйти в масках и сохранять социальную дистанцию. Вопрос о занятиях в залах, в помещениях, он, конечно, очень острый стоит. Тем более зима. Не всегда бывает комфортно на улице. Но на сегодняшний момент есть обязательное правило, и от него пока мы никуда не отступим. Необходимо наличие справки на выбор. Либо о наличии антител, либо о том, что ты вакцинировался. Наличие справок не требуется лишь для занятий на улице и для онлайн-активностей, которые также продолжат свое существование. Занятия и мастер-классы по-прежнему можно будет найти на ютуб-канале Одинцовского клуба «Активное долголетие». Принять участие в конкурсах тоже можно в онлайн-формате. А тех, кто соскучился по живому общению, ждут на занятиях по адресу улицы Маршала Бирюзова, 30А. Наталья Гончарова, Вячеслав Заграновский, телекомпания Одинцова.